2018 год — это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Господь Бог наш, Царь Вселенный, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амэн. Значит, нынешняя недельная глава называется Баалатха. Ее краткое содержание, достаточно большое, тут на самом деле очень насыщенная разными событиями, идеями глава. Значит, завершение освящения Мешкана или Скини, значит, это зажигание светильника. Введение левитов в должность и условия службы левитов. Дальше, Песах Шени или Второй Песах. И заповеди связаны с тем, как принимать, как участвовать в праздновании Песаха тем, кто на момент празднования вдруг оказывается нечистым ритуально или находится далеко от места проведения. Значит, дальше, порядок продвижения в пустыне. Это двигаться по указанию столпа облачного, трубы и сигналы, начало движения, приглашение Хававу, идти с евреями. Ковчег идет впереди. Молитвы при выходе и при остановке. Дальше, ропот и назначение 70 старейшин. Это огонь пожрал край стана, желание мяса вместо манны, обращение Маше к Богу, обещание мяса, назначение 70 пророков и перепела. И дальше история Мирием, Аарон и Маше. Это Мирием и Аарон говорят против Маше. Маше выше всех пророков. Наказание Мирием и Мирием вне стана. Собственно, очень много событий, очень много нужно было бы говорить, поэтому мне пришлось очень серьезно себя как-то так поместить в рамки, для того, чтобы быть все-таки более кратким. Я действительно, когда я читал эту недельную главу, больше всего у меня в сердце откликнулась именно история посвящения левитов. И, как я уже говорил, левиты избраны были, ну, с точки зрения традиции иудейской, избраны были потому, что они якобы не участвовали в грехе золотого тельца. Они были в стороне тогда, как весь народ все это делал. То есть, получается, что только Аарон из всего колена участвовал во всем этом. Я решил перечитать именно этот отрывок. И я, собственно, вижу, что утверждение еврейской традиции, к сожалению, не состоятельно. Но определенные намеки на то, что левиты были избраны именно за какие-то вещи, проявленные в этой истории, мы можем увидеть. То есть, ну, чтобы вы понимали, это не прямая связь, это просто намеки. Мы можем размышлять, мы можем делать выводы, проводить параллели с другими какими-то подобными историями в Писании. Но идея здесь есть интересная. Значит, когда Маше спустился... Значит, спустился с горы, увидел всю эту историю, сначала он обратился к Аарону. И сказал Маше Аарону, что сделал тебе народ сей? А, нет, несколько раньше. Несколько раньше. Сейчас, секундочку. Значит, когда народ обратился к Аарону, там сказано, что там весь народ в этом участвовал. Значит, и вот и сказал Маше Аарону, что сделал тебе народ сей, что навел ты на него грех великий. То есть, Маше возлагает вину за это на Аарона. И сказал Аарон, да не возгорится гнев господина моего, ты знаешь народ сей, что он зол. Сказали они мне, сделай нам божество, которое шло бы перед нами, ибо сей муж Маше, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что с ним случилось. И я сказал, у кого есть золото, снимите с себя. И отдали мне, и бросил я в огонь, и вышел телец этот. И увидел Маше народ, что он развращен. Что развратил его Аарон на посрамление пред врагами их. И стал Маше в воротах стана и сказал, кто за господа, ко мне. И собрались к нему все левиты. И он сказал им, так говорит Господь Бог Исраэлев. Возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите туда и обратно, от ворот до ворот. Встань и убивайте каждый брата своего, и каждый ближнего своего, и каждый родственника своего. И сделали сын и леви по слову Маше. И пало из народа в тот день около трех тысяч человек. Ибо сказал Маше, посвятите сегодня руки ваши Господу, ибо каждый в сыне своем и в брате своем, дабы удостоиться вам сегодня благословения. То есть, ключевая фраза, посвятите сегодня руки ваши Господу, ибо каждый в сыне своем и в брате своем, дабы удостоиться вам сегодня благословения. То есть, смотрите, на самом деле согрешил весь народ. Но, когда Маше сошел, Аарон, собственно говоря, не отказывался, он признал свою вину. И когда был брошен клич, кто Господень ко мне, ну вот представьте себе, весь народ согрешил. Все согрешили и лишены славы Божьей. Никто там особой святостью не выделялся в этот момент, во время этой истории. Но когда был брошен клич, кто Господень ко мне, откликнулись только левиты. То, что произошло дальше, нам в наше время, в нашей культуре достаточно сложно понять. Но мы видим, что то, что сделали левиты, они посвятили свои руки Господу, и они совершили то, что совершили по слову Маше, который был пророком Божиим, кратчайшим из всех пророков, из всех сынов человеческих. То есть, походу, они такие действительно посвятили себя. Причем они не были обязаны, это не было частью вот их какой-то работы в обществе. Значит, они это сделали добровольно, а это было волеизъявление их сердец. И в результате, когда мы читаем нынешнюю недельную главу, то в ней уже говорится следующее. Значит, Господь говорил Маше так, «Возьми левитов из среды сынов Исраэля и очисти их». Ну, то есть, сама фраза «очисти их» свидетельствует о том, что они были не лучше всех остальных. Значит, «И очисти их, и так поступи с ними, чтобы очистить их, окропи их водою грехоочистительную, пусть они проведут бритвой по всему телу своему, вымоют одежды свои и очистятся они». Дальше описывается жертвоприношение, которое должно было быть произведено. И дальше, «Приведешь левитов пред Господа, возложат сыны Исраэля руки свои на левитов, и вознесет Аарон левитов возношением пред Господа из сынов Исраэля, дабы были они для исполнения служения Господу». Значит, и Господь дальше поясняет некоторые моменты, связанные с их избранием. Значит, «Ибо вполне отданы они мне» или «предоставлены они мне», причем это слово можно перевести и как «преданы мне», ну, как преданность, не просто «переданы», «отданы», но и как «преданы». Но это отдельный момент, значит, «Ибо они вполне отданы мне из среды сынов Исраэля вместо первоплодия всякой материнской утробы, вместо первенца всякого из сынов Исраэля взял я их себе, ибо мой всякий первенец у сынов Исраэля, от человека до скота, в день поражения мною всех первенцев земли египетской посвятил я их себе». «Я взял левитов взамен всех первенцев у сынов Исраэля». То есть, смотрите, идея принадлежности первенцев к Богу, она родилась не после греха золотого тельца, а еще в Египте при исходе. А левиты, они были замещением всех первенцев. Связано ли было это с золотым тельцом или нет, Тора нам об этом ничего не говорит. Это просто догадки. Но факт в том, что левиты были, собственно, представляли первенцев, которых Бог избрал еще в Египте для себя, отделил от себя из среды всего народа, значит, указывает на то, что действительно с грехом золотого тельца это избрание совершенно не связано. Это, скажем так, предвечное избрание. И тут можно увидеть просто один интересный момент. Избраны были все первенцы. Это как бы идеальная воля, записанная на небесах, еще до того, как это все произошло. Но реализация в истории и реакция некоторых людей на то, что происходило, приводит к тому, что общее число призванных разделяется на избранных и просто призванных. И Новый Завет говорит, много званных, мало избранных. То есть смотрите, какую идею я в этом вижу. Когда мы еще ничем Богу, ну не то, что не обязаны, Он нам не вменил еще никакое дело, никакой труд, никакую обязанность, но мы сами по доброй воле, по желанию своего сердца приходим и спрашиваем, чем помочь, что сделать, чем я могу послужить, это ценно для Бога, понимаете? И тогда Он презирает на это. И из всех искупленных Он отделяет еще одну часть. Причем смотрите, интересный момент, который также подтверждает эту идею, связанный опять же с избранием левитов. Там сказано, что для того, чтобы они были действительно уполномочены на это служение и стали полностью принадлежать Богу, за них должна была быть принесена грехоочистительная жертва и жертва всесожжения. Всесожжение, как комментирует апостол Павел, но уже в новозаветних посланиях своих, говорит, что предоставьте тела ваши в жертву живую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. То есть, интересный момент, весь Израиль был искуплен, но Бог левитов отделяет для особенного служения и говорит, они Мои. А разве весь Израиль не Его? Весь Израиль Его. Весь Израиль – это народ первенцев. Бог говорит, Израиль – это первенец мой, когда посылает Моше в Египет к фараону. То есть, смотрите, даже в народе первенцев есть те отделенные для какой-то особой миссии, для какого-то особого служения, но они отделены были не... Ну, то есть, отделение произошло, собственно говоря, раньше, когда они сами проявили какую-то инициативу и по доброй воле приняли какое-то решение сделать что-то действительно для Господа и по Его Слову. Понимаете? Поэтому я к чему подвожу? К тому, что здесь все искупленные, все призванные, собственно говоря, весь мир призван. Когда Бог обращается к Петру и говорит, не почитай нечистым то, что Бог очистил, Он говорит о всем языческом мире. Но только те, кто действительно приняли решение посвятить себя Богу и посвятить себя на служение Богу и Его народу, те действительно уже могут в полной мере по Слову Божию, это уже не домыслы, Бог говорит, они вполне преданы Мне, переданы Мне, принадлежат Мне, потому что они не только искуплены, но они и посвятили себя на служение по собственной воле. И тогда приходит благословение, тогда приходит и обеспечение, тогда приходит и мудрость, и все, что необходимо для того, чтобы совершить это служение, совершить это поприще, которому, собственно, призвал нас Господь. Поэтому давайте всегда помнить, что много званых, но мало избранных. Понимаете, чтобы оказаться среди этих избранных, вполне преданных Ему, давайте действительно вспахивать свои сердца для того, чтобы быть готовыми послужить Господу в любой момент времени, тогда, когда бы Он нас не призвал к чему-то, по доброй воле, а не потому, что сказал, иди и делай. 2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. ИЗРАЭЛ ИЗРАЭЛ Продолжение следует... Продолжение следует...